Так, паразиты крови, вот что касается паразитов крови, мы можем на этом деле несколько остановиться. Вообще-то, вообще-то, вот это, конечно, следовало бы более тщательно прочитать, хотя бы прочитать. Но сейчас у нас не то, нам надо разобрать вопрос вот этого разжижения и тромбообразования крови. Но немножечко все-таки остановимся на паразитах крови, это не такая уж большая информация, но весьма интересная, которая, я думаю, касается нашей темы. Паразитами крови является большая группа, большая группа простейших эгельминтов, обнаружимых в крови человека и животных. Вот так-то, при более широком, понимаемое слово, паразиты, к этой группе могут быть отнесены и болезнетворные вирусы. Да, да, это наша тема, наша тема. Рикет-си, бар, тон, неллы, бактерии и спирохеты. Давайте узнаем, что такое рикет-си. Интересное слово. В первый раз я слышу подобное. В первый раз. Так, холоса, что это такое? Вот так. Итак, рикет-си представляет собой группу микроорганизмов, которые занимают место между бактериями и вирусами. Видите, что? Являются внутриклеточными коккобактериальными формами, размножающимися в клетках эукариот. Род бактерий, значит, рикет-си, внутриклеточных паразитов, то есть они живут внутри клеток. Вот как раз фотография, да. Названный по имени американского патолога, который в 1909 году впервые описал возбудителя пятнистой лихорадки, скалистых гор. Лихорадка, да, в том же году сходное наблюдение сделал. Его коллега, переследование сыпного тифа, ага, вот интересно. А в 1910 году рикет-си, пагет, от сыворочного тифа, изучением которого занимался в Мексике. В честь его и были названы эти бактерии. Узнали. Очень интересная информация, да. Я думаю, что Вадим Лагрин будет доволен. Дальше. Мы с вами Бартонеллы. Бартонеллы. Что это такое Бартонеллы? Бартонеллез. Тропическая инфекция, вызванная бактериями Бартонелла. Такая-то заболевание состоит из острой и хронической стадии. Значит, протекающая преимущественно с поражением эндотелиальных клеток и эритроцитов. То есть эритроциты в крови рассматриваются как одна из наиболее лакомых частей организма, которую все норовят съесть. Узнали, что такое Бартонеллы. Бартонеллы, Бартонеллы. Так, бактерии, бактерии, ясно. И спирохеты. Ну, что такое спирохеты? Спирохеты. Знаете, вот важно, мы догадываемся, что примерно... Бактерии, ясно, понятно. Бактерии различные бывают. А вот спирохеты, догадываемся, ну, вот любую догадку лучше всего, лучше всего для себя еще разок пройти, для того, чтобы конкретно узнать, чтобы мы не путались. Так, это порядок бактерий с длинными и тонкими спирально закрученными клетками. Почему они называются спирохеты? Так, клетки состоят от цилиндров с одной или несколькими, так называемыми, осевыми. То есть, они вот такие вот, закручены, вот это. Значит, спирохета от гречечкового спириоизвилина, завиток, плюс хеатэ, волосы, спирохеты. Тонкие, извилистые, спиролевидные, одноклеточные бактерии с одним или более витками. Спирохеты, сапрофиты, представители нормальной микрофлоры животных человека. Некоторые из них болезнетворные, вызывают у человека инфекционные болезни. Так, закрученными одними более спиральными клеток. Так, подвижность спирохеты. Так, ну давайте в Википедии. Они образуют цисты, 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 да? Спирохеты, виды, система примечания для улучшения этой статьи и все что ли? Спирохеты, а что они делают? Ага, вот, некоторые животных и человека. Ох ты, то есть, лептоспироз. Лихорадка укуса крыс. Возбудите болезни лайма. Возбудите болезни лайма на территории Европы. Возбудите сифилиса, видите, спирохета. Возбудите возвратного типа и так далее, и так далее. Значит, одна из бактерий ротовой полости человека. Во! Ха-ха! Видите, как мы узнали, сколько спирохеты, что такое, министерия. Спирохеты и какой вред они наносят. Значит, уже пишут, что заражение спирохетами – это сложное заболевание. Так, способы обнаружения бледной спирохеты нам не нужны. Метод исследования микрофлоры. Хорошо то, что клетка спирохеты является крайне хрупкой и не переносит бактерицидные средства. Так, определение количества анти... Ага, еще одним действенным методом обнаружения сифилиса является тест на суммарное количество антител. То есть, суммарное количество. Значит, суммарное количество больше, естественно, кровь становится более вязкой. Так, концентрация антител в крови равна практически нулю. У здорового человека концентрация антител в крови равна практически нулю. Вот пишут, у инфицированного человека антитела в организме начинают вырабатываться в ускоренном темпе, дай бы победить инфекцию. И сразу же мы некоторый такой вывод сделаем. То есть у здорового должно быть, грубо говоря, определенное количество антител близких к нулю. То есть они не нужны, нет инфекции. Как только инфекция, значит, разворачиваются организмы по производству этих антител, и они в огромном количестве появляются в этом. То есть у здорового человека, важно, антитела, значит, на нужном уровне, близком к нулевому находятся, и не влияют особо на текучесть крови, на вязкость крови. Во время инфекции, значит, разворачивается иммунный ответ в виде выпуска этих антител, вязкость крови за счет этого, что их концентрация больше в плазме крови увеличивается. Инфекция побеждена, антитела опять стремятся к нулю. Они не нужны, потому что они влияют на характеристики крови, на ее вязкость, исследование косвенно влияет на тромбообразование. Если же будем поддерживать концентрацию антител на большом уровне, якобы это защищает наш иммунитет, когда он не нужен, это приводит к тромбозам, усилению вязкости и, значит, появлению вот этих тромбозов. Я примерно так, дабы победить инфекцию. Так, суть антител крови. Дальше. Недосып, как угрозу несут аресты. Так, микроорганизмы, что такое спирогиты и какой вред? Нету, ничего не написано, какой вред они приносят. Так, особенности инфицированного человека, вид спирилы и спирохеты, которые переносят вирус сифилиса, является крайне сложным для своевременного обнаружения в организме из-за своей структуры и особенностей жизнедеятельности. Часто бывает так, что латентные, то есть скрытые еще спящие формы спирохет или цисты могут просуществовать в организме носителя годами, прежде чем дадут о себе знать и начнут размножаться. Идеальным условием для существования размножения спирохета является бескислородная среда и влажность. В организме человека бактерии обеспечивают свое существование, пробираясь в мягкие ткани или межтканевое пространство с сывороткой крови. Происходит следующим образом. Бактерии повреждают слизистую оболочку человека, проникают внутрь организма, не оставляя наружных признаков, инфицированных. Третье, по лимфатическим каналам транспортируются по телу. Четвертое, проникают в кровь и прикрепляются к внутренним органам, главным органам, к печени, сележенке, легким почкам. Начинается процесс деления, размножение раз в 30 часов и накапливается в организме. То есть не просто так, а раз в 30 часов. Значит идет, 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 потом только раз в 30 часов. Размножились, 30 часов прошло, еще размножились и так далее. Интересно, 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 основные признаки спирохит. Стопорообразность. Вот такие они, видите-ка. Все у нас закручено. Отсутствие жутиков. Движение за счет вращения вокруг собственной оси. И она пошла, пошла, пошла. Форма клетки протоплазматический цилиндр. Ну вот какой. Так, 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 бесконтрольно использованы лекарства. Так, опасность. Бледная спирохита, возбудитель сифилиса. По-другому бактерия может называться трепонемой. Имеет форму спирали и так далее. Но сифилис нам не нужен, грубо говоря. Особенности заражения паразитов. Значит, гельминтоз. Один из самых частых симптомов. Это аллергическая реакция. Значит, например, человек, который ранее никакими видами этого заболевания не страдал, замечает, что от пыли у него насморка. Еще слезаются глаза, отекает горло. В этом случае вероятность полисоответствующего анализа обнаружит в организме названные гости очень высока. Малокровие, анемия. Ладно, мы разобрались, значит. Бактерии и спирохеты. Те же бактерии, только такие. Пока на этом мы остановимся. Пойдем дальше. Раз паразитов. Для них паразитов крови. Постоянной средой обитания, равнодрожения является плазма крови. К этой категории относятся паразитов крови. Могут быть относительные некоторые спирохеты. Возвратный тиф. Трипаносомы. Трипаносомы мы уже разобрали, что это те же спирохеты, которые вызывают сифилис. И бактерии. Вторая группа паразитов крови человека это филярии. Смотрите, филярии тоже. Число видов которых довольно-таки велико. Более 400 филярии. Ну давайте посмотрим, что такое филярии. Почему бы и не посмотреть. Это нитчатые черви, нитчатки. Одной из семей снима тот, представленная пятер. Родами паразитические виды, которых приводят к развитию филяритозов у людей и животных. Примерно 10 видов паразитов на людях вызывают филяритозы. Значит, круглые черви и паразитов примерно на людях вызывают филяритозы. В крови в себе плавают, как говорится, поедают филяритозы. Ну давайте немножко поподробнее посмотрим. Особенности филярии. Круглые паразиты. Вот они такие нитчатые. Форму нити. Значит, смотрите, могут достигать в длину 10 сантиметров. Вот так-то. Диаметр их разный. Похожи на тонкие белые ниты. Поэтому их называют нитчатками. Значит, они могут активно двигаться. В теле окончательного хозяина они живут клубками. То есть скоплением нескольких особей женского и мужского пола. Грубо говоря, живут, так сказать, коммунной. Размножаются и все нормально. Процессы спаливания самки производят на свет микрофилярии. Свои уменьшенные копии. Они в колоссальном количестве находятся. В системном кровотоке человека в основном располагаются в капиллярной сети. Именно микрофилярии провоцируют аллергические реакции со стороны иммунной защиты, вызывая подавляющее число клинических проявлений заболеваний. На протяжении суток концентрация личинок в крови меняется, что связано со специфической их жизнедеятельностью. В связи с этим выделяете несколько видов микрофилярии. Видите, интересно, как мы копнули. Периодичное, значит, максимальное содержание паразитов в крови диагностируется в дневные или в ночные часы. А в остальное время личинки уходят в депо внутренние органы. Супериодные. Фиксируются в кровотоке все 24 часа, но в какой-то момент их число резко повышается. И это как раз провоцирует, что может быть и подъем температуры, и какую-то аллергическую реакцию. Не периодически. На протяжении суток концентрация паразитов остается одинаковой. Например, они могут, вот если комар укусил человека и пососал зараженный кровь, то он становится переносчиком. Значит, смотрите, когда комар вновь кусает человека, гельминты, словно ожидая этого момента, травмируют хоботок насекомого и выходят наружу, попадая на кожу потенциального окончательного хозяина. Через образующую в результате укуса ранку они проникают в кровоток и закрепляются в организме. Их цель превратиться в зрелых особей, для этого им требуется от 6 до 18 месяцев. Какие болезни провоцируют? Подвигаются те паразитарные инфекции, которые типичны для человека и распространены в врачебной практике. Так, следующие, значит, указаны в таблице. ЛО-А-ОС. Поражение органов зрения вплоть до слепоты, сервозных оболочек мозга с признаками, значит, менингоэнцефалита и болезни репродуктивной системы. Репродуктивную систему, ё-моё, они нас делают бесплодные. Ах, негодяи какие, а? Керосином травить. Практически керосинчиком раз, и всё, мы их... Бругиоз, вухериоз. Так, это клиническая картина. Лихорадка. Так. Лимфоденит. Орхид. Орхид, орхид. Это мы посмотрим орхид. Абцессы. Слоновость. Всё. Опять-таки, что мы делаем? Керосинчиком туда, раз, стадикамчиком, керосинчиком. Вот она, этот самый. Моя жена молодец. Вот смотрите. Пусть от вас там с утра пахнет керосином, который вы приняли там, допустим, пол чайной ложечки примерно. Пусть пахнет. Попахло и пропало. Но зато у вас не будет лихорадки, у вас не будет лимфоденита. Орхид. Кстати, что такое орхид? Абцессов. Нарывов. То есть абцессы уже говорят о том, что у вас кровь заражена разного. Вот вы смотрите, как только появились нанечковые прыщи, а тем более фурункулы. Абцессы. Всё. Керосин. Давайте пейте для того, чтобы вот эту вот всю заразу выкосить. Иначе она вас сожрёт. Понимаете? Слоновость. Слоновость. Закупорили протоки лимфатические, потому что вот эта вот вся эта дрянь живёт вот этими вот клубками, которые уже расположились и затрудняют отток крови. И всё. Лимфа не отекает, и у вас ноги вот такие вот становятся, как у слона. Опять-таки, может вы керосинчика попьёте. Можно и другие там, допустим, средства какие-то там применять, но не без того, которые. Это просто я называю наиболее доступное, наиболее эффективное. Либо же ходить вот с такими вот ногами. Вот подумайте, что лучше. О-О-Н-Х-О-Ц-Р-КОС. Видите, какие заболевания? Появление поражённых подкожно-жировой клетчатки, дермы и глаз, слоносы и прочие осложнения. Дерофиляриоз. Занозная инфекция, которая характеризуется в одновременном наличии. В организме сразу нескольких видов филярий. То есть, не одни, а знаете, вот как, грубо говоря. Вот. Что, к примеру, в филярии можно так сказать. У вас присутствует не просто белая раса. У вас присутствуют краснокожие, чернокожие и желтокожие. Одновременно. Плюс ещё присутствуют какие-то переходные племена и так далее, и так далее. Куча всего. Вот это примерно одновременно наличие в организме сразу нескольких видов филярий. Что мы там говорили? Сколько там этих филярий может быть? Филярий. Число видов которых довольно велико. Более 400. Взрослые формы этих паразитов обитают в лимфатических сосудах и узлах. Взрослые формы. О чём я говорил. А теперь вот читаю. И как раз они там перекрывают вот этот вот отток лимфы. И пожалуйста, слоновость тут как тут. Так, подкожные клетчатки, кожи и других тканях. Рожданные взрослыми особями. Мелкие личиночные формы от микрофилярий. Попадают в круг у некоторых видов. Микрофилярий выходит в кровяное русло ночью. У других видов днём. Ну и естественно чем они питаются? Начало заболеваний, первая стадия. И вот как раз тут рассматривают это. Высыпание на кожных вокруг сопрождаются болью, отёчностью. Вот высыпания какие-то непонятные, знаете. Покраснение, аллергическая сыпна, токсины, выделяемые филиариями. Всё смотрят под лупу и уже видят, грубо говоря, активацию иммунной системы на внедрение чужеродного агента. Кругом агенты. Увеличение лимфоузлов. Всё лимфоузлов увеличено. И при этом у них может быть и боли нет. Но они увеличены. Это говорит о том, что там уже что-то поселилось. Так. Расстройство со стороны органов дыхания, астма или аллергический бронхит. Если у вас это начинается, опять-таки, опять-таки, мы думаем, что мы заболели какой-то благородной болезнью, что-то такое. Вот какие-то ингаляторы нам надо расширить или ещё что-то там бронхи, задыхаемся. Непонятно. Короче, хернёй мирной страдает. Пожалуйста. А не полечиться ли нам от этих хвилярий? Не похлебать ли нам керосинчика? Или мы будем продолжать дальше принимать вот эти вот все эти, знаете, бронхи, там, расширяющие препараты от астмы и прочего аллергического бронхита. Подумайте над этим самостоятельно. Видите, светоч медицины. Наконец-таки вы начали разбираться. Почему я называю себя светочем? Потому что вот изучаю, образовываю себя, сопоставляю. И появляются такие вещи. Как? Есть проблема. И есть её решение. Так, сыновид, воспаление в тканях суставов, оранчение их подвижности. О, суставы. Мастит среди женщин. Гидроцели и фуникулит. О, мужчин. Гидроцели это, по-моему, там отёк яичка. И что? И что? Давайте вот мне это самое. Что-то меня заинтересовало. Стадия закупорки сосудов. Вот стадии какие? Начало заболевания. До 6 месяцев после укуса человека, допустим, инфицированным насекомым. Носительство. От 2 до 7 лет возмутритель начинает своё развитие до размножения. С выделением в кровь микрофиляры, распространение эффектов в этот момент сведения к минимуму. То есть оно всё это зреет, а вы уже там давно заражены. И, наконец-таки, следующая у вас стадия. Закупорки сосудов. В результате роста и размножения создают механические препятствия току крови и лимфе. Воздают такие осложнения заболеваний. Как слоновость, патологическое улетение отдельных частей тела человека. Архит. Что это такое? Ага, извините. Извините. Спутал яичко с ухом. Ну, бывает. Светоч. Вот лишний повод посмеяться над самим собой. Над светочем. Вот такой вот светоч. Вот чтобы подобного не было, ты думаешь одно. А, скорее всего, ну, сейчас мы посмотрим. Архнаэдит и архит. Так, значит, архит от греческого. Яичко. Яичко. Воспаление яичка у мужчины. Яички воспалились. Так, архит, как правило, со сложением таких заболеваний, как паратит, гриб, гонорея, хламидоз, тиф, туберкулез и, естественно, вот этих вот червяков. То есть, если у вас яйца опухают, сразу надо подумать, что они не просто так опухают, а имеется какая-то причина. И, скорее всего, эта причина будет, будет, воспаление яичка будет связано с каким-то наличием в организме паразита. Паразита. Видите, какие интересные вещи. О-ро-х-но-и-и-дит. Что это такое? Арахнаэдит. Это, да, арахнаэдит. Это серозное воспаление паутинной оболочки головного или спинного моза. Бывают, собственно, инфекции. Опять-таки, при арахнаэдите головного или спинного моза переходит с твердой или мягкой оболочки моза, как серозный менингит. Как говорится, извините. Значит, арахнаэдит я попутал с архитом. А вот еще архит. А еще вот это вот. О! То есть я попутал светоч, попутал отит. Воспалительный процесс в ухе с этим самым, с воспалительным процессом в яичке и с воспалением, значит, оболочки головного моза. Но, тем не менее, тем не менее, видите, вот у меня была путаница в голове. Но должен быть самоконтроль. Самоконтроль, который опроверим, а правильно ли я мыслю. И оказывается, видите, уточнили, посмеялись и, будем говорить, узнали истину. Истину. Это очень, очень и очень важно. Паразиты третьей группы крови являются обитателями эритроцитов, у которых происходит их размножение. Жрут эритроциты поидом. Так, сюда относятся возбудители малярии. Так, рот эритроцитарная схизогония. Схизогония, но не будем смотреть. Потом бабезиллы, пироплазмы, нуталин, а также бартонелла, грахамеллы и некоторые другие. В плазме крови могут примерно находиться отдельные стадии развития некоторых из этих паразитов и так далее. Некоторые паразиты крови из типа протозоа размножаются не в крови, а в клетках органов и тканей. И лишь в определенные моменты инфекционного процесса попадают в кровь, например, лейшманиозы, токсоплазмоз, после разрушения которых, амороза в плазму крови, другие являются паразитами эритроцитов, роды хепатоцистис, Паразиты обезьян Паразиты птиц, рептилий То есть вы там поменьше Держите при себе Разного рода животных Особенно любители Попугаю Рептилий, паразиты крупнорогатого Скота Причем в последнем случае В эритроцитах развиваются только Половые формы Возбудитель малярии Также могут однесены группы В клетках печени и так далее Обитает в ведре белых кровяных элементов Хепацион И другие Тут Латинские названия Я их не выговаривал Возможно несколько путей По которым в прошлом Развитие паразитов в крови Так, предки паразитов Нам не надо Предками паразитов в крови были Кишечные паразиты без позвоночника Главным образом Насекомых Наличие Большого количества Жгутиковых паразитов Имеющих много общего с паразитами крови И тканей Позвоночных Животных Сюда в первую очередь Нужно отнести Различных представителей родов Трипаносома Лишь мания Какая-то Так у большинства числа Насекомых Как сосущих Так и не питающихся кровью Кишечники Обитают Жгутиковые Следите за работой Кишечника Грубо говоря Помимо всего прочего Протекает в кишечном канале Ну это про насекомых Ожижение новых хозяев Происходит через рот Ну это как Откуда как бы Каны появились У некоторых Трипаносом Паразит лошади Перенос от больного Хозяина здорового Осуществляется Прислучки Интересно У некоторых Трипаносом Перенос от больного Хозяина Здоровому Осуществляется Прислучки Но и заболевания Вызваны паразитами Это паразит лошадей Прислучки То есть Смотрите С лошадьми Ни в коем случае Не вступайте В какие-либо Отношения Чтобы не заразиться Многие заболевания Вызываемые Паразитами крови Являются Трансмиссивными Охты Возбудители Их передаются Через Посредство Кровососущих Членистов Ну и клещей Насекомых Вот эти вирусы Переносатся Только Длинноусыми Двухкрылыми Так И Ой Какими-то клещами Ой-ой-ой Еще клещами Так Служат Какие-то еще Ой-ой-ой Клещи Что только тут нету Тут одно перечисление Комары Нила Жгутиковая Ой-ой-ой И мухами Которые Слепни Дождевики Мухи Жигалки И так далее Спирохеты Переносатся Клещами Насекомыми Ой-ой-ой Берегитесь Клещи Короче И насекомых Возбудителями Так Возвратно Переносатся Вшами Клещи Клещи Блохи Блохи Так Бартолонелы Насекомыми Флеботумусы И вши Бактерии Возбудителями Чумы Сибирской язвы Переносатся Кровососущими Чилиностоногами Блохами Вшами Слепними Комарами Мухами Какими-то Гамазовыми Клещами Споровики Переносатся Насекомыми Комарами Ой-ой-ой Короче Берегитесь Кровососущих И так далее Сразу же Смазывайте Ранку Если вас Укусил Комар Или еще Какой-то Какой-то Жидкостью Которая Или прижигайте Чтобы Не попали Вот эти Все эти Так Закончили Мы Про паразитов Крови Тема Очень Интересная